МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Превратить Полесье в сырный край и производить там не просто сыры, а эксклюзивные брендовые сыры. К реализации этой идеи Савушкин продукт приступил в 2008 году с начала инвестиций в техническое переоснащение Пинского молочного комбината. А 1 октября 2009 года открытое акционерное общество Пинский молочный комбинат двумя производственными филиалами Пинским и Столинским вошли в состав компаний Савушкин продукт. Событие стало знаковым для всех. Для открытого акционерного общества Савушкин продукт увеличением более чем в три раза производственных мощностей в сыроделии до 80 тонн твердых сыров в сутки. Это событие превратило открытое акционерное общество Савушкин продукт, крупнейшего в Беларуси производителя натуральной цельномолочной продукции, в мощного производителя твердых сыров. Новая эпоха наступила и в жизни присоединенных предприятий. Пинская и Столинская производственные площадки получили второе дыхание. Я не представляла, что вот можно сделать вот так, чтобы был такой завод. Не представляла, если так сказать, что может быть такая красота. Антонина Николаевна на Пинском молочном комбинате 30 лет. Здесь прошла вся молодость, вся трудовая жизнь. Сегодняшний завод для нее сродни фантастики. Разве не удивительно, что здесь, в глубине Полесья, стали выпускать известные всему миру брендовые сыры? По самым современным технологиям и в лучших традициях. С подходом к делу, который иначе, чем искусством, не назовешь. Началу этой красивой сырной истории предшествовала разработка крупного инвестиционного проекта. И уже в октябре 2008-го Пинская производственная площадка была остановлена для полного технологического переоснащения. Коэффициент износа оборудования на тот момент составлял 71%. До этого в Пинске производились в основном сухие молочные продукты и в небольших объемах цельномолочная продукция. Такая структура производства и стала одной из причин отсутствия финансовых ресурсов для техпереснащения. В 2008 году открытое акционерное общество «Пинский молочный комбинат» вошел в топ-20 убыточных ОАО в Республике Беларусь. Немногим менее года понадобилась компании «Саушхин Продукт», чтобы на базе устаревшей производственной площадки создать образцовый сыродельный завод с самым современным техническим оснащением. При этом не только были сохранены все рабочие места, но и созданы новые, полностью автоматизированные, с идеальными условиями труда для работников. Инвестиции в данный проект составили около 19 миллионов долларов. Кстати, они продолжаются и сегодня. Наша основная специализация – это, конечно, производство сыров. Мощности по производству сыра составляют до 25 тонн сыра в сутки. Специализируемся на производстве нашего брендового сыра «Брест-Литовск», а также традиционных видов сыров. «Брест-Литовск» – один из лучших брендовых сыров компании «Саушхин Продукт», который еще на стартовом этапе своего выхода на рынок в 2011 году на конкурсе «Молочный успех» в Москве получил высшую награду – Гран-при. Несмотря на трудный во всех отношениях 2011 год, предприятие продолжало динамично развиваться. За это время была приобретена, запущена в работу линия по нарезке сыра с лайсером. А также приобретено и запущено в работу оборудование по производству плавленого сыра и по его упаковке. Новейшее оборудование по фасовке сыра с лайсерной нарезкой и бруском позволило сделать сыр легко узнаваемым на прилавках магазинов, а также более удобным для торговли и потребителей. Повышение эффективности производства – основная задача открытого акционерного общества «Саушкин Продукт». Поэтому инвестиционная стратегия компании направлена на создание практически безотходного производства. В 2011 году были внедрены современные технологии по переработке сыворотки, что позволяет нам до последней капельки перерабатывать сыворотку с обеих сырных площадок и производить высококачественные, востребованные за рубежом продукты. Всего производственные мощности Пинской производственной площадки позволяют перерабатывать до 300 тонн молока в сутки. Интенсивность труда высокая. Однако на предприятии царит доброжелательная деловая атмосфера. А главное, отдавая приоритет молодым кадрам, руководство компании ценит опыт и накапливает прекрасный кадровый потенциал. Я осталась работать в коллективе с теми людьми, которые уже тоже отработали по 20 лет. Ну, по 15 лет. Человеческий фактор в сыроделии важен особенно. Недаром говорят «сыр – мелодия души сыродела». Даже при самых высоких технологиях последнее слово за мастером-сыроделом. Именно он оценивает готовность сырной крошки к началу формовки сыров. И во всем мире делают это на ладони, вручную. А потому здесь развиваются и совершенствуются не только технологии. Специалисты компании постоянно учатся опыту мирового сыроварения, мастерству изготовления традиционных сыров голландской группы в рамках мастер-класса нидерландского сыродела, искусству дегустации и сенсорики сыра с помощью профессионалов из Баварии. Как итог, в компании сегодня работают мастера-сыроделы европейского уровня. До присоединения к открытому акционерному обществу «Савушкин продукт» за все время своей истории Столинский сыродельный комбинат ни разу технически не переоснащался. Построенный в 1972 году изначально специализировался на выпуске сыров. С мощностью ежедневной переработки 220 тонн молока производил до 17 тонн сыра в сутки. 13 октября 2010 года уже как Столинский производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» остановлен на полную техническую реконструкцию. Работы велись рекордными темпами. За три недели было полностью демонтировано все оборудование и начата отделка цехов. По необходимости в цехах переносились стены. Менее чем через пять месяцев, 5 марта 2011 года, предприятие вновь приступило к производству сыров. Но это было уже совершенно новое производство. Одна из лучших в Беларуси производственных площадок европейского класса. Обновленный Столинский филиал начал свою работу. В его реконструкцию компании «Савушкин продукт» на тот момент было вложено 13 миллионов долларов. Инвестиции продолжаются и сегодня. Здесь установлена полностью автоматизированная высокотехнологичная линия фирмы «Обрам». Все условия для того, чтобы варить не только традиционные сыры голландской группы в их широком ассортименте, но и виды сыров принципиально новые для Беларуси. И также стоит задача – это увеличение производительности линии до 50 тонн сыра в сутки. На сегодняшний день она составляет 35 тонн сыра, что позволяет перерабатывать 350 тонн молока. До реконструкции производительность составляла 16 тонн сыра. То есть мощность мы увеличили в два раза. В Столинском производственном филиале все продумано до мелочей. «Все сделано по последнему, так сказать, по последним требованиям, по современным требованиям. И культура производства, и оборудование. Все позволяет вырабатывать качественную продукцию. И механизация процесса, автоматизация процесса намного облегчила труд людей. Конечно же, безопасность продукции гарантированная». Полностью автоматизированное производство – только часть того, что является характерной особенностью столинского филиала компании «Саушкин продукт». На страже безопасности и качества продукции оборудованная по последнему слову техники производственная лаборатория. На предприятии достаточно камер созревания и хранения сыра. Единовременно в них может находиться 3300 тонн сыра. «Создано много условий для работы людей. Приятно приходить на работу, приятно здесь работать». Важность этого Анна Филипповна знает, как никто другой. Работая на предприятии сразу после окончания Могилевского технологического института, освоила все азы сыроварения и должности. Теперь работает инженером-технологом. Ценный опыт всегда востребован в компании. Тем более основанный на понимании, что… «Сыр – это такой продукт, который важно получить хороший результат, и надо с ним творчески работать». В современном ассортименте компании сыры под двумя торговыми марками – «Савушкин продукт» – линейка традиционных сыров и фирменный сыр «Брест-Литовск», в приготовлении которого гармонично сочетаются новейшие технологии и старинные традиции сыроделия прошлых веков. Сыр изготавливается только из отборного молока и по особой рецептуре, которая столетиями отрабатывалась и передавалась истинными, почитающими традиции сыроделия мастерами. Но специалисты компании – маркетологи, технологи, сыровары – не останавливаются на достигнутом в планах совершенствования мастерства и пополнения ассортимента новыми видами. Полная реконструкция и техническое переоснащение производственных площадок – объем работы значительный. Но не менее важно и сложно отладить технологии и научить людей работать на суперсовременном оборудовании. После запуска производств эта задача была первоочередной для сотрудников производственных филиалов открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в Пинске и Столине. И надо отдать должное – команда компании успешно с ней справилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова